Доброе утро! Доброе утро! С вами Дмитрий Мурзин и Екатерина Гильдерман. Сегодня мы продолжим цикл уроков, который направлен на апгрейд вашей ягодичной мышцы. И сегодняшнее упражнение будет называться по-хитрому «Зашагивание». Катенька, пожалуйста. Да, «Зашагивание» на платформу. Для этого вы можете использовать любой домашний стул. Разные высоты, все зависит от вашего уровня подготовки. Чем она выше подготовка, тем выше можно делать платформу. А так, иначе, говоря, степ, шаг на платформу, шаг на степ, в общем, не важно. Да, стоим рядом и делаем «Зашагивание». Ой! Ничего страшного. Он слишком мягкий. Мягкий, да. То есть лучше брать стул, который с твердой поверхностью. Ну, я скажу, что чем меньше баланса в движении, тем сильнее напрягиваются мышцы. Просто это немножко опасно, чтобы не потерять его навесе. Особенно сейчас вот в ее положении, когда она сушится перед новым тренировым. Но ей приходится дополнительные резервы включать, чтобы не упасть. И это ягодичную мышцу еще сильнее включает. Это да. Вот. Этот шаг осуществляется за счет усилия бедра. Да. За счет стабилизирующих мышц. Это бицепс бедра и голень. И самое главное в вашем движении – это, естественно, ягодичная. На нее делать акцент, то есть ее напрягать. Вы просто понимаете, где она у вас находится. Она находится вот здесь. А второй ваш этап – понять, как ее сократить. И когда вы встаете, нужно все ваши усилия ментальные, физически направить на эту искомую мышцу. Вот ею встаем. Хорошо? Это упражнение очень серьезное, опять же, несмотря на кажущуюся простоту. Да, и очень хорошо. Оно придает очертания именно снизу. То есть такую делает подрезку нашим языком. Ягодичная подрезка. Да, ягодичная подрезка. Это когда девушка поднимается перед тобой по лестнице, а ты идешь сзади. Вот подрезкучи, хорошо видно. А ты не смейся. Потому что нужно оставаться серьезно. Итак, сохраняем дыхание. Выдох. Выдох. И, пожалуйста, прочувствуйте всеми фибрами своей души вашу любимую ягодичную мышцу. Будьте осторожнее. Не теряйте внимания. Чем дальше вдаль по подходу, тем мышца становится более… она утомляется, и нужно больше внимания ей давать. Но чем она утомившаяся, чем больше она устала, тем лучше форма. Поэтому прошу потерпеть. Да. Также упражнение можно делать и со сменой ног. По очереди. Да, по очереди. То есть можно прям как шаг. Это уже получается наполовину аэробная работа. Да. Которая еще и вас жир выжигает дополнительно. Что, собственно, тоже нам не помешает. Да, также со сменой ног. Так можно делать долго, только прошу не терять внимания. И если вы до этого упражнения, допустим, вот вы встали и все необходимые дела сделав, сразу пошли тренироваться. Если вы не поели, только водички попейте, пожалуйста, то у вас есть прекрасный шанс сжечь лишний жаль. И для утяжеления, конечно, если вам будет мало нагрузки, можно взять руки-гантели. Можно взять на руки мужчину. Я пошутил. Ни в коем случае этого не делать. А вот мужчине после этого обязательно нужно взять девушку на руки и сказать, ты не устала, любимая? Что для тебя сделать? Удачного дня всем. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok